Тем временем, нескольких налоговиков уже доставили в Киев в суд для избрания меры пресечения. Александр Васильченко весь день следит за ходом масштабной спецоперации. Сейчас он находится возле здания Печерского суда и с нами на прямой связи. У него узнаем последние новости. Саш, здравствуй, расскажи, какие решения суда уже есть к этому часу и что грозит задержанным? Екатерина, добрый вечер. В Печерский рассуд столицы конвоировали девятерых задержанных. Нескольким уже начали избирать меру пресечения. Среди них бывший руководитель Луганской налоговой администрации Александр Антипов. Напомню, его задержали сумкой, в которой были почти 4 миллиона долларов. Прокуроры просят взять их с чиновника под стражу с альтернативой внесения залога в 200 миллионов гривен. Обвиняют же его в нанесении ущерба государству в размере около 7 миллиардов гривен. Антипов подозрюється в чиновнике злочиня в складе, а также в организации, в склад которой входили высшие посадовые особи державы. Всего державе задано збитки від ненадходження податков в сумме 6 миллиардов 746 миллионов гривен, что є тяжкими наслідками. Сам Антипов и его адвокат и все обвинения отрицают. Якобы екс-чиновник с 2010 года не находился на службе и ничего общего с преступной деятельностью не имеет. Также отрицает связь с екс-президентом Виктором Януковичем и бывшим министром доходов и сбором Украины Александром Клименко. Никаких злочинів я не спорював, ни персонально, ни тем паче в влачиненном угруповании. Никаких злочинів про призначення Антипова Александра Миколаевича, наказані посади, не підписані, ні Клименко, ні Януковичем, не будь ким. Я напомню, екс-президента Виктора Януковича і бувшого міністра доходов і сбору України Александра Клименко обвинять в созданній приступной групіровки. При вишенні службних полномочий і нанесенні государству убытка практично в 100 мільярдів гривень. По свідченням Генпрокуратури, в схемі по отмыванню денег були задействованы високопоставленні чиновники фискальної служби разных уровней. І только що стало известно, що суд избрал меру пресечення Антипову. Екс-фискал останеться под стражей на 60 суток с возможностью внесення залога 15 мільйонів гривень. Тем временем прокуроры сообщили, у суда для задержанних будуть требовать суммы от 100 до 500 мільйонів гривень. Ми продовжаємо следити за развитием событий і будемо сообщати о нових подробностях. Катя. Саш, спасибо тебе за інформацію. Це був Александр Васильченко. Он, напомню, здание Печерського суда. Тем временем Генеральна прокуратура проводит обыски по месту жительства у бывших сотрудников Приватбанка, а так же в компаниях, которым выделялись многомиллиардные кредиты. Як вияснилось, в большинстве случаев по официальным адресам никто не проживает или не ведет хозяйственной деятельности. Дякую.